Сдать экзамен и получить лицензию. Уже в следующем году управляющие компании в сфере ЖКХ по всей стране будут сдавать экзамены и работать строго по лицензии. Кто будет экзаменовать управляющей компании, что изменится после такого нововведения, разбиралась Екатерина Мут. Ни благоустройства, ни ремонта в подъезде, ни виде наблюдений, как в других домах уже сделано. Кузьма Каверзин председатель дома на Молокова 1Г. К управляющей компании, которая следит за этим домом, у него много вопросов. Но скоро у Кузьмы и у других жильцов появится право оценивать работу своих домоуправов через лицензирование. Управляющие компании будут сдавать экзамены, а по итогу аттестации получать лицензию. И если жильцы будут недовольны, как компания обслуживает их дом, лицензию могут и забрать. Для нас, как для собственников, тут имеют две стороны, как положительные, так и отрицательные. Потому что положительное, что наконец-то управляющие компании, возможно, станут более добросовестными. С другой стороны, мне не ясен сам принцип принятия экзамена и принцип выдачи лицензии. Работать по лицензии управляющие компании обяжут с мая следующего года. Чтобы получить право на управление домом, компании придется сдавать экзамен. Принимать его будет специальная комиссия, в которую войдут должностные лица и представители общественных организаций. В данной ситуации, еще раз повторюсь, что мы только рады, что будут профессиональные игроки, профессиональные конкуренты в сфере ЖКХ, которые зайдут на этот рынок, либо будут управлять многоквартирными домами. Но минусов на сегодняшний день очень много. Если мы буквально будем читать закон, вплоть до ошибок орфографических и филологического толкования, сложно понять, каким образом пользуются той или иной статьей. Однако в управляющих компаниях говорят и о сложностях. К примеру, ТСЖ не подлежат лицензированию. Этим могут воспользоваться недобросовестные управляющие компании. Чтобы избежать экзамена, будут переоформляться в ТСЖ. Тем более, что по закону это не запрещено. В Министерстве энергетики ЖКХ Края, наоборот, уверяют, что от такого нововведения больше плюсов. Это позволит сделать рынок более прозрачным и усилить ответственность управляющей компании. И жильцы будут знать, что их управляющая компания обладает определенными квалификационными характеристиками, определенным качеством работы. Соответственно, имеет лицензию. Правда, закон полностью еще не доработан. Неизвестны принципиально важные детали, кто точно войдет в комиссию, порядок лицензирования и требования к управляющим. Выдавать лицензии будет служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. А заведения деятельности без лицензии управляющие компании будут наказываться штрафами от 70 до 300 тысяч рублей. А если учесть, что управляющая компания существует на деньги жильцов, то и штрафы за плохую работу будут оплачивать сами же собственники. Екатерина Муд, Станислав Салтыков, Новости ТВК.